Добрый вечер всем, кто на Щелковском. Всех с наступившими праздниками. Программа Диалог возвращается на ваши экраны после новогодних каникул. Мы продолжаем вносить разнообразие в нашу традиционную схему и не закрываем год, но открываем его с главой Щелковского муниципального района в студии Диалога Алексей Валов. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемый Ирин Геннадьев. Добрый вечер, дорогие Щелковцы. Я с удовольствием прихожу на программу Диалог для того, чтобы обсудить текущее положение дел, обсудить проблемы, найти совместно с вами выход из ситуации, в которой вы считаете необходимы общие результаты и общее направление работы. И после этой программы Диалоги, как правило, долго анализирую, какие вопросы задавали, что говорили жители, к чему надо более тщательно подойти, к решению вопроса, каких надо более тщательно подойти. Ну и это дает мне дополнительный импульс положительный, чтобы свершения, которые в Щелковском районе происходят, были более эффективны, были более полезны для жителей. Спасибо. О свершениях сегодня поговорим, о городском округе поговорим, о вывозе мусора поговорим, о развитии соцсферы поговорим. Но для начала напомню нашим телезрителям, что мы в прямом эфире, и телефонный 56 714 40 714 50 можно звонить, задавать вопросы. В любом случае, если вы в эфир не пробьетесь, то ваш вопрос будет обязательно записан, только контакты оставляйте. А первый вопрос я вам все-таки задам, все-таки по итогам года прошедшего, 2018-го. Щелковский район по итогам развития муниципалитетов вошел в десятку лидеров, а точнее занял седьмое место. Как вы оцените этот результат? У Ирины Геннадьевны непростой был год. Я считаю, что 2018 год был такой административных перемен, когда мы два раза провели административную реформу на территории района. Соответственно, два поселения передали в городской округ Лосино-Петровский, а потом мы сформировали уже новую административную единицу в городской округ Щелково. Я думаю, что все жители вместе переживали и по первой реформе, и по второй реформе административной. Но теперь мы видим, что она уже состоялась, и Щелковский район стал городским округом. Сейчас пройдет определенный период, называется переходный период. Мы сформируем органы администрации на местах бывших отдельных поселений, и перейдем к одноуровневому муниципальному управлению. То есть будет городской округ, глава, совет депутатов, администрация. Мы предполагаем, что это даст дополнительный импульс в развитии всех территорий без исключения, потому что на каждой территории будут те люди работать, которые работали на них раньше. Единственное управление всеми процессами будет отследствием с центра. Это, в принципе, нормально. Если взять рейтинг 50, где мы седьмое место заняли, то мне бы хотелось сказать, что в 2015 году мы занимали 52 место, потом два года подряд занимали 5 место, сейчас седьмое. Но почему седьмое? Все-таки бюджет у нас достаточно скромный, и возможности у нас скромные. Но мы старались. Мы все свои чаяния, все мысли направили на то, чтобы в первую очередь создать, конечно, как можно больше и объектов, и условий для комфорта проживания. Создать ту среду, которая называется для жителей наиболее благоприятной. Я не говорю о тех объектах, которые мы создали, рекреционных, зонообщественных. А давайте все-таки поговорим о тех объектах, которые мы создали. Но я хотел бы добавить, что все-таки рейтинг 50, показатели устроятся на основе рейтинговых показателей, указанных президентом Российской Федерации в майских указах. И те муниципальные образования, те, которые предметно работают над каждым показателем этого рейтинга, они, соответственно, получают результат. Он не размазанный, он сконцентрированный в конечной оценке. И вот мы таким образом, с нашим скромным бюджетом, каждый год показываем все-таки достаточно высокий результат в Московской области. Но третий год подряд показывают. Третий год подряд, да. Это здорово. Пусть так и дальше будет. А я все-таки хочу, чтобы люди вспомнили все-таки картинку. Потому что, может быть, столько всего сделано за последние годы, что уже кто-то может и подзабыть, когда что. Но вот если визуально итоги 2018 года подводить, то давайте вспомним, что получилось и что не получилось. Ну, мне бы хотелось сказать, в первую очередь, что мы не сделали. Но если вы хотите показать то, что сделали, то я с удовольствием потом перейду к второму. Ко второй части вопроса. Давайте о том, что не получилось. Вот не получилось некоторые объекты сдать в этом году. Вот школу, предположим, на 75 мест в Медвежках мы должны были сдать в этом году. Но сложности были. Я уже не раз давал интервью о том, что первая компания, строительная, которая зашла, она оказалась несостоятельной компанией. И мы провели непростую процедуру для того, чтобы завести на субген подряд другую компанию. И на данный момент школа уже готова на 75%. Мы уверены, что к мае месяц эта школа будет сдана. Ну, крайне, я считаю, месяц будет апрель. Такой напряженной пусконаладки. И плюс еще в мае земля освободится от снега. И мы будем делать там благоустройство. Я думаю, что все-таки именно в этот период, когда земля освободится, мы закончим благоустройство, эта школа будет сдана полностью. Она даже не пристройка, она все-таки школа. Потому что по количеству классов, по количеству вспомогательных объектов, это актовый зал, там, соответственно, спортзал, там на 400 добрых мест. И нам, конечно же, было очень непросто смотреть жителям в глаза, когда мы увидели, что в этом году мы не сможем отчитаться перед ними о том, что ввели ее эксплуатацию. Тем не менее, мы уже как бы понимаем. Может, посреди года-то и не надо, а 1 сентября пойдут уже в готовую полностью. Я все-таки думаю, что школу можно вводить в любое время. И есть все-таки определенная обеспокоенность, когда мы видим, какое количество детей в медвежках идет в школу. И понимаем, как им там нелегко, потому что скучность большая, две смены, там и в две-то, наверное, уже не укладываются. Поэтому, вы знаете, что мы спланировали строить еще одну школу в новом городке для того, чтобы полностью закрыть проблему со второй сменой и с такой скучностью детей. Эта работа будет выполнена в течение трех лет. Сейчас мы сдаем школу на 1075, и в течение двух лет построим следующую школу в новом городке, проектирование которой мы приступаем. Мы с вами говорили о том, что не получилось. Это вот не получилось. Только это? Нет. Мы еще планировали в этом году сделать кусочек улицы Пушкина от новой пешеходной зоны и, соответственно, до... Вроде в следующем году мы это планировали. Планировали в этом году. Но, опять же, не получилось, потому что посредством на проектирование мы не смогли найти их бюджет. А сейчас нашли, подпроектируем и, соответственно, в следующем году пройдем работу для того, чтобы придать единый облик замкнутому пространству, вот этому общественному. Замкнут пешеходные логистики, которые... Замкнем пешеходную логистику на этом куске. Это тоже очень важно, потому что мы понимаем, что вот идут сейчас теперь набережные, потом переходят сюда и тут идут такие вот плитки, которые... Я вам тогда напомню, что еще не доделали на Чкаловской на улице Гагарина благоустройство. Это тоже один из моментов, в котором мы не успели. Достаточно сложно там было с формированием общественного мнения. Были ряд депутатов, которые, я так понимаю, работали с населением в плане отторжения этой зоны общественного притяжения. Рассказывали о ее все неудобства, которые строительство вызовет. И мы достаточно долго беседовали с жителями, в том числе и потом с помощью этих депутатов, которые увидели, когда окончательно концептуальный вариант, признали и, соответственно, помогли в том, чтобы жителей убедить. Ну, время было потеряно и, соответственно, мы не смогли в этом году сделать. Ну, мы перенесли средства на следующий год и также уверен, что в конце мая, не в конце мая, нам надо все-таки успеть до Дня Победы сделать максимум работы, хотя бы приблизительно к Вечному огню и скверу героев, работу закончить. Нет, сквер героев-то там, по-моему, как раз все хорошо. Там тоже очень много работы. Все хорошо и развивается и будет развиваться. Пока все лишь 10 бюстов, мы понимаем, что нам дальше надо провожать. У нас очень много героев. Мы планируем еще в этом году, уже в 19-м году, естественно, поставить еще два бюста. Мы эту работу тоже сделаем. Спасибо. Как уже я говорила, мы работаем в прямом эфире. Давайте послушаем первого дозвонившегося в студию. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемый Алексей Васильевич, хочу сказать вам большое спасибо за всех жителей нашего района, города, за вашу работу в городе. Алло? Да, мы слышим, мы вас слышим, спасибо, спасибо. Добрый вечер. Уважаемый Алексей Васильевич, повторяюсь, наверное. Хочу сказать большую благодарность, выразить вам за вашу работу в нашем городе. Я принадлежу, развелась здесь. Я вас хочу поблагодарить по вопросу, который стоял у нас очень долго. Наверное, вы помните вопрос по дорожке на Гребенской горе. Это вопрос актуальный для всего района, для всего города. Надеюсь, что продолжение наших вопросов будет осуществлено по поводу насыпной, ну, грунтовой дороги для автомобилей. Ну, слева, которая идет, да? Да, да, мы с вами вместе были там. Спасибо вам огромное, здоровья вам, удачи, всего-всего. Я очень вам благодарна. Хочу сказать, что, ну, наверное, не очень долго мы ждали этого от вас, но вы выполнили свое слово. Вы настоящий офицер. И еще второй вопрос. Значит, смотрите, очень вот сейчас я наблюдаю такой вопрос. У поликлиники номер один подъезжает много машин. Стоянка не чищена перед поликлиникой. Очень сложно. Будьте добры, пусть хотя бы разгрейдер пройдет вокруг поликлиники и на стоянке, потому что мамочки с коленками не могут пройти. Благодарю вас. Большое вам спасибо. Удачи, здоровья, успехов. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Хорошо, я хочу извиниться за то, что не чистят стоянку, потому что все-таки вот у нас даже на празднике из 12 дней, вот будем говорить, практически 8 дней шел непрерывный снег. Стараются службы, стараются, но я обязательно обращу внимание, чтобы завтрак там был почищен. Мы почистили еще и стоянку возле перинатального центра, построили новый. Поверьте, есть же у нас категории, категорирование уборки. И, соответственно, есть, которые надо делать в первую очередь, это центральные магистрали, там автобусные остановки, парковочные карманы, вот к автобусным остановкам. Также те дороги, которые идут в микрорайоны, потом внутридворовые территории. Все это достаточно сложно, как бы, сейчас рассказать. Но мне бы хотелось сказать, что в этом году мы, даже не в этом году, из года в год мы и объем, и качество уборки повышаем. Я знаю, что критикуете, знаю, все вижу в соцсетях, знаю ваше обращение на горячую линию. Но поймите, есть вещи, когда вот эта стихия нуждается в определенном регулировании по времени. Я поэтому прошу меня извинить и подождать. А завтра, возле первой поклиники, работа будет произведенная. Спасибо, я вот тоже коренной житель, и, ну уж извините, буду настаивать. Ну вы же лопату берете сами, как бы, даже иногда. Я не про это, лопату чистите. Я же видел, как вы брали лопату и убирали лестницу. Да, я сказал, если тебе не нравится ходить по этой лестнице, возьми лопату и убери риски. Что и было сделано. Да, да, молодец. Спасибо. Но если мы вспомним, было время, когда мы администрации выезжали на многоквартирные дома и убирали площадки, убирали дорожки. Было такое. То в этом году этого нет. Ну все-таки хотелось бы, чтобы... Несмотря на то, что есть недостатки, в этом году этого нет. Получается, наша компания управляющая справляется уже с этой работой. У нас было 53 компании, сейчас осталось 34, останется до конца февраля 26. Из этих 26 компаний нет ни одной, ни двумя звездами. Есть только 3-4 звезды. И мы будем дальше работать с теми управляющими компаниями, которые относятся к своей работе, ну, говорить по-русски спустя рукава. А по такой оценке более категорично и не удовлетворительно. Лестнику чистят. Спасибо. Констатирую. Ну не мне, спасибо тем, кто обязан ее чистить. Так вот, к чему вам я заговорил коренной житель? К тому, что не могу я в очередной раз не порадоваться тем переменам визуальным, которые происходят в Щелкове. Давайте вот кратенько хотя бы вспомним, напомним жителям, как мы строили сквер Пушкина с фонтаном, как мы набережные благоустраивали. Я очень люблю жителей Щелковского района. Вот чем запомнят главу Валова? Вот этим вот и запомнят. Вот послушайте, я вот очень люблю жителей Щелковского района, всех без исключения. И так хочу, чтобы они... Городского округа. Да, ну перед городского округа, да. Но так хочу, чтобы они все без исключения, просто все полюбили свой родной Щелковский район, городской округ, свое Щелково. И делали все возможное, чтобы в этой вот, будем говорить, очень сложной работе оказывать помощь. В чем? В поддержке в социальных сетях, когда они указывают недостатки. И второе, показывать пример во всем. Вот сейчас необходимо всем мобилизоваться и показать пример при работе по раздельному сбору мусора. Ну надо это сделать. Надо, чтобы каждый житель выходил и выкладывал, да, да, будут срывы по вывозу сухих отходов и органических отходов. Алексей Васильевич, я же вас про хорошее хотела спросить. Про мусор я вас еще спрашиваю. Будут месяц, может быть, месяц лишним. Но если каждый мобилизуется, концентрирует свои силы, возможности и желание сделать раздельный сбор мусора, мы добьемся и этого. Безусловно, Алексей Васильевич, я вас призываю посмотреть на экран. И вот улыбнуться и порадоваться тому, что с непосредственно вашим участием в Щелкове сделано. Для того, чтобы жители города и других населенных пунктов город любили. Но ведь здорово же получилось, правда? Здорово, да. Здорово. Вот. А вы прям мусор. Приятно, что столько жителей приходит. Не мусором единым живем-то. Да. Вы знаете, я же недавно, буквально несколько дней назад был на праздновании Нового года. Ну, в новогоднюю ночь, в 00 часов мы вышли на мостик через Клязьму. Я увидел, сколько людей вышло на набережные, которые мы все вместе построили, наблюдать за салютом. Ну, это было феерическое зрелище не в плане того, что там салют очень хороший, да, он был очень хороший, но само как люди смотрели на все, к этому радовались. Как они хлопали, как они смеялись, какое веселье было у них. Ну, вот это самый главный, мне кажется, результат, когда люди чувствуют, что их любят. Вот так вот мы с вами и гуляли по новогодней набережной. Ну, да, да. А набережная-то теперь большая стала? Большая, 800 метров. Нет, 800 метров это только один участок. Вы же, давайте я вам напомню, что вы сделали вообще-то две части. Ну, это да, вот крайне. Да не я сделал, но Ирина Геннадьевич, зачем вы так говорите? А кто? Ну, мы все вместе это делаем, очень много специалистов, которые участвуют в этой работе. Вот бывает, вы знаете, любой процесс начинается с чего-то. А кто мотиватор? Вот можно я скажу? Можно. Любой процесс начинается с чего-то. Вот, например, ну, я военный человек скажу, что, например, чтобы подорвать гранат, запал выдернуть, там, в смысле, Чуков выдернуть и бросить запал сработает, граната взорвется. Вот так и здесь, надо просто было запалить людей на вот такие вот работы, на то, чтобы менялся и район, и город менялся. И я уверен, что многие жители поддерживают именно это изменение и благодарят нам за это, и то, что они вместе участвуют в этой работе. Поэтому я говорю «мы». Потому что без «мы» слова ничего не удастся сделать. Спасибо. Я также хочу сказать, что мы не нарушаем традицию, и наши корреспонденты работают на улицах города. И совсем скоро, я думаю, мы с ними связь наладим и пообщаемся. Но пока я вас хочу спросить дальше про благоустройство. Уже не то благоустройство, которое иницировано. Вы сейчас начнете опять уходить в сторону и показывать, наверное, все-таки больше достижений. А мне хотелось вот как коренного жителя вас спросить, Ирина Геннадьевна, в чем еще проблема? Я понимаю, в ЖКХ работаем, уже сказал про управляющие компании, как мы сейчас на данный момент выходим на какие-то урны, сколько подъездов делаем, сколько капитальных работ по капитальным ремонту домов делаем. А вот какие еще проблемы, те, которые на данный момент еще стоят как самые слободневные? Алексей Васильевич, я оптимист. Ну, оптимист, понятно. Я смотрю на окружающий мир, не ищу где плохо. Я это тоже вижу. Но мне больше нравится видеть, где хорошо. У меня вот так вот организм устроен, он видит, где хорошо. Когда есть проблемы, я вот вам говорю, а вы мне в ответ говорите, ввери лопату и веди честь. Поэтому я вам сейчас скажу про какую-нибудь проблему, вы мне скажете тоже что-нибудь. Бери лопату, иди честь. Ну, вот у нас есть губернатор, прекрасный у нас губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Вот он ставит задачу, да, и я должен говорить, а как я мою задачу выполню, а что мне для этого надо? Ну, я говорю, есть, уважаемый Андрей Юрьевич, задача будет выполнена. Мы начинаем работать над тем, чтобы сформировать определенный материальный финансовый пол, и, соответственно, потом сформировать тот пол работы, который приведет к тому результату, который хочет от нас губернатора, который требует от нас губернатора. И вот сегодня по управляющим компаниям я ему докладывал о том, какую работу мы провели. Ну, мы не получили такой прям восхищенной оценки, но мы получили положительную оценку от него. В принципе, очень немного муниципалитетов, у которых такое количество жителей проживает на территории. У нас считается крупным муниципалитетом. И, соответственно, мы идем в первые строчки крупных муниципалитетов. Я посмотрел по доброделу, да, я, опять же, не говорю, что мы там перерабатываем, что у нас все тут блестяще, но мы всегда идем, ну, где-то в конце, там, третьими, вторыми, снизу. То есть достаточно много работы делается для того, чтобы жители были удовлетворены. И я думаю, что вот это самое главное, когда жители выходят из дома и первым делом нажимают звонок, звонят на добродел, если плохо. И, соответственно, мы тут же начинаем работать, чтобы стало хорошо. Вот давайте послушаем. Люди тоже позвонили, но не на добродел, а в студию программы «Диалог». И к вам есть вопрос. Здравствуйте, мы слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Мария Кирина, день, житель города Щелково. Ну, во-первых, поздравляю с наступившим Новым годом. Хочу пожелать в этом 19-м году работы администрации таких же напоров, таких же совершений, которые мне лично нравятся. Теперь по поводу вопросов. Мы знаем, что в городе Щелково, там, в дворце культуры или где-то еще проходят какие-то встречи с депутатами, с администрацией, какие-то творческие вечера, информации в городе Щелково, наружной информации, я что-то нигде не видел. Даже на здании администрации, Гурчев, нет таких объявлений. Это первый вопрос. Второе. Скорая летняя оздоровительная кампания. В прошлом году, вы, когда занимали юно-армеец, ездили, смотрели, вы заезжали в пионерский лагерь «Стар» как принадлежит Фрязинскому институту в районе электроники. Сейчас он не работает и заброшен. Вы сказали, что мы постараемся перевести этот лагерь в Щелковский город. Все на Щелковский район. Какие движения, направления есть или что? Ну, вроде бы, все. Спасибо. Успешно у вас проработать в этом году. Спасибо за звонок. Спасибо большое. Информация по встречам. Если вы не видите этой информации, это безобразие. Я считаю, что коллеги недорабатывают. Мы обязательно будем пускать тогда бегущую строку по телевидению. Я смотрю, вы телезритель и видите нашу программу Щелковское телевидение. Поэтому обязательно будем пускать бегущую строку перед всеми встречами, чтобы все жители видели. Плюс, конечно, в социальных сетях, плюс, конечно, в средствах массовой информации. Но обязательно вот это сделать я поставлю задачу. По старту. Вот честно, год практически была абсолютно оптимистичная ситуация. Мы получали подтверждение того, что нам его передадут. Потом, раз, все это прекратилось. В связи с чем это связано, я думаю, что, наверное, тот руководитель, который поменялся, мы увидели другую фамилию в ответах, решил, что он имеет какое-то свое особое мнение по этому детскому оздоровительному лагерю. Мы эту работу ведем, мы доведем ее до конца. Мы большую работу вели по детскому оздоровительному лагеру «Космонавт». Вот сейчас я уже обратился к нашему Общероссийскому народному фронту, работающему на территории Подмосковья. И я думаю, что они нам помогут для того, чтобы принять правильное решение. Мы готовы взять еще пару лагерей для того, чтобы в летний оздоровительный сезон увеличить количество детей, отдыхающих там на постоянной основе. Мы это обязательно сделаем. Обязательно сделаем. Поэтому просто надо немножко потерпеть. Спасибо. Хорошая практика принимать брошенные ведомственные лагеря и восстанавливать. Да, принимать брошенные ведомственные лагеря. У нас пример есть. И восстанавливать их, и сделать из них образцов. У нас детский оздоровительный лагерь занял первое место. Я не по месту говорю. Я просто приезжаю и вижу, как там детям комфортно. Вот это самое главное. Спасибо. А у нас еще есть звонок зрителей. Здравствуйте. Мы слушаем. Кто нам дозвонился? Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Слушаем вас. Да, вы в эфире. Меня зовут Алексей. Я живу на Дальнем Воронке. Согласен. У нас почту, второе отделение, здесь закрыли. Теперь мы вынуждены все ездить в целый район в центральную почту. Сам я инвалид. Передвигаюсь вот на машине. И там припарковать ее негде просто возле почты. И мест для инвалидов в стоянке нет. Хотя бы 2-3-4 места можно сделать для инвалидов. Скажите, пожалуйста, вот почту на Дальнем Воронке закрыли, да? Да. Вы ездите на какую почту? На главпочтам на Толстинске. На главпочтам, понял вас. Завтра займусь и решу вопрос. Спасибо. Спасибо. Будут поставлены указатели, где места парковочные для инвалидов. Не только на асфальте, потому что сейчас не видно на асфальте, что не нанесено. Но будут поставлены еще и указатели, что это для категории людей с ограниченными возможностями. Извините, пожалуйста. Спасибо за ответ, Алексей Васильевич. Мы готовы послушать улицы Щелково, если у нас есть такая возможность. Пока такой возможности у нас нет, тогда следующий вопрос я вам задам. Вы уже вкратце-то сказали о том, как мы будем развивать губернаторские программы в сфере ЖКХ. Это, напомню, ремонт подъездов, капитальный ремонт многоквартирных домов и комплексное благоустройство дворовых территорий. Вот если можно, давайте об этой работе тоже жителям нашим напомним. И если есть уже цифры на наступивший год. Все в штатном режиме по подъездам сейчас определяемся, но не меньше 700 будет. По дворовым территориям не меньше 40. По дорогам не меньше объем будет, а будет, опять, как обычно, 600 тысяч квадратных метров минимум. Ситуация такая, что еще пока раздельные бюджеты по поселениям. Поэтому там, естественно, бюджеты будут работать на поселения по тем программам, которые уже приняли депутаты. В следующем году мы, конечно же, предусмотрим таким образом средства, чтобы каждый год одну-две улицы приводить в порядок. Не только в городе Щелково, но и в поселениях наших. Потому что у нас же высвободилось 85 миллионов дополнительно от того, что мы провели вот такую административную реформу. Эти средства, конечно же, пойдут для того, чтобы... Я, опять же, прошу прощения у жителей, что не сразу все раз изменилось. Не получится так. А вот каждый год в Щелково одну-две улицы будем приводить в порядок. Так вот, в 1918 году привели Комсомольскую улицу в порядок, там более-менее ее как бы сделали. До этого привели до конца Парковую улицу, сейчас Набережную, улицу Шмидта. И вот так вот, если кто-то как бы по улицам живет, видит изменения. На Хотовскую вышли-то, наконец, начали асфальтировать там, там грунт был сплошной и болото. То есть, вот эту программу мы снижать не будем. Тротуары, улицы, уборка летняя, зимняя, соответственно, газонировать будем красиво все это. Набережную, которую в прошлом году построили, весной, как только сойдет снег, начинаем и рлонным газоном делать красиво, опять же. Сделаем все, чтобы жители чувствовали, что они живут в современном, комфортном, красивом городе. В современном, комфортном, красивом муниципальном образовании, я бы вот так сказала. Давайте поговорим об административной реформе, об округе, давайте поговорим, Алексей Васильевич. А то у меня сразу забавка начинает, Ирина Геннадьевна. Вот у нас городской округ, он как город. Вот я про это вас и хочу спросить. Поэтому у нас стандарт будет как для города, но при этом все сельские льготы сохраняются. И для пенсионеров, и для учителей, и для налогов, там все как бы нормально. Льготы сохраняются, что там еще беспокоит, что застроят, все, что категории земель, пусть поменяются. Приняты генеральные планы, приняты ПЗЗ соответствующие, никто там ничего застраивать не будет. Я сказал, как на экскаватор лягу, или как там, на грудь устан на экскаватор, не дай бог, тут даже подумай, нарушить комфорт проживания людей. Ну, единственное, могу сказать, что непригодное для проживания аварийное жилье будет сноситься. Будет сноситься, вместо него будет строиться другое жилье, комфортное. Мы очень много над этим работаем. Столько вариантов прошли. Мне уже иногда и приезжают на Дальний Воронок, или на Центральную улицу, иногда даже с людьми встречаться стыдно. Потому что обещаем каждый год, вот-вот начнем, вот-вот начнем. Ну, по Центральной еще более-менее там что-то строится, хотя темпы очень небольшие. А вот по Дальнему Воронку там, наконец-то, вот-вот-вот должно прорвать. Я уже сам, честно говорю, жду этого начала строительства как манну небесную. Чтобы все старье снести, построить нормальные дома и выделить нормальные квартиры для достойного проживания наших жителей. Потому что, когда я приезжаю в эти бараки, смотрю, что там творится, конечно, сердцкого я обливаюсь. У городского округа больше возможностей для этого, чтобы решить эти вопросы? Вообще у всех людей, у нормальных людей, возможностей гораздо больше, чем у плохих, которые не хотят позитивных изменений. Поэтому будем делать все возможное, чтобы эти изменения продолжались. В том числе и при сносе непригодных для проживания и аварийных домов. Так вот, про округ. Вы сказали, что что не меняется, а что меняется для жителей. Ну вот, в частности, не секрет, что поселения были с разным уровнем развития, с разным уровнем бюджета, с разным уровнем, соответственно, возможностей. Сейчас поселения больше нет, есть один городской округ и в нем населенные пункты. Что теперь, какие новые возможности появятся, например, у Загорянки? Ну, Загорянка такая у нас зона, достаточно сложная, потому что там очень высокий интеллект, а люди живут, с заслугами. И очень низкий уровень экономический. И очень низкий, да, экономический, и уровень благоустройства никакой, будем говорить, в большом счету. Потому что нет даже денег на сфинансирование. А теперь необходимо все это, конечно, изменить. И как бы там жители не боролись за статус, будем говорить, тех территорий, которые они называют для себя своей малой родиной, там нет, там у нас еще достаточно много детей, там надо строить детские сады, там надо строить школы, там надо строить тротуары, там надо делать логистику и пешеходную, и социальную. Но стройки, как таковой, чтобы обезобразить облик Загорянки, не будет. Мы просто предметно займемся формированием программ по развитию Загорянки по тем вопросам социальным и благоустройствам, которые я сказал, и предварять их в жизнь. Вы сказали, что не было возможности софинансирования, чтобы наши зрители понимали, чтобы войти в программу, на которую дают деньги из федерального областного бюджета, нуждающая часть местного. А у Загорянки таких возможностей даже ни 5%, ни 7%, ни 10% они не могли. Поэтому и в программы войти не могли тоже. И вот эта череда там смены руководителей, такие не совсем удобные взаимоотношения Советов депутатов с руководителями, они, конечно, дали свой отрицательный баланс. А там есть, где сформировать и налоговую базу, там очень много коттеджных поселков. Там поработали над тем, чтобы тот генеральный план, который принимали раньше, был реализован в количестве таком, чтобы налоговую базу поднять. И мы это обязательно сделаем. Не за счет, будем говорить, как мы называем Загорянку-то, дачный поселок, не за счет дачного поселка, а за счет тех новых участков земельных, где живут достаточно состоятельные люди. Я Загорянку, как пример такой наиболее яркий, привела того, что может сделать это административная реформа позитивного на той или иной территории. Еще какие возможности? Ну, вот есть поселения, которые сильные, те же медвежки, бывшие поселения. Да, мы с удовольствием предложили Владимиру Николаевичу должность советника. У нас единственный советник теперь будет при главе городского Щелкова. С полным набором полномочий по всем вопросам развития жильческого и коммунального хозяйства. По всем вопросам я считаю, что этот человек имеет очень огромный опыт. И самое главное, он честный, порядочный и инициативный. И я думаю, что ему будут все говорить слава и благодарности. То есть жители, которые очень любят Владимира Николаевича Канахина, они могут не горевать? Они его не потеряли, не потеряют, и он будет еще много-много делать добрых дел. Я просто в этом уверен, потому что знаю его, слава богу, уже пятый год. Но все органы власти и управления во всех бывших поселениях ликвидированы законом и решением Совета депутатов района. Мы постарались оставить всех тех, кто работал там раньше, и, соответственно, сделать по ним срез. Я сейчас даже не о персоналиях, Алексей Васильевич, говорю. Я просто хотел бы, чтобы вы рассказали людям, что такое городской округ. И какие они преимущества получают с преобразованием Щелковского муниципального района в городской округ Щелкова. Ну, я же только что сказал, сколько средств освобождается в ходе этой реформы. Второе, у нас есть возможность бюджетного маневра. То есть, если раньше муниципальное образование маленькое только на себя рассчитывало, на свою доходную базу, сейчас мы можем сманеврировать и более эффективные муниципальные и государственные программы софинансировать. Ну, муниципальные программы, понятно, свой собственный бюджет, а вот региональные и государственные и федеральные программы мы можем уже сфинансировать более уверенно для того, чтобы менять там жизнь к лучшему. Соответственно, мы понимаем, что многие вопросы, которые мы решали даже в рамках муниципального района, они практически подходят к завершению. Это чистая вода, например. Я когда пришел сюда 4 года назад, то это была основная и головная боль. По ненормативной подаче ресурсов в многоквартирные дома, да и в деревнях тоже. Поэтому мы провели огромную работу. И когда я приезжаю сейчас, предположим, в населенные пункты, там, где приносили мне банки с ржавой водой, там, конечно же, говорят спасибо, потому что вода там пошла уже, соответственно, безжелезная, чистая, очищенная. И люди, конечно же, понимают, что здесь были не просто выезды на приемы с ним, а реально проведена работа. Мы понимаем, что и по качеству там наружного освещения мы сделали по светлому городу шаг вперед значительный во всех поселениях. Ну, конечно, больше всего сделал наш уважаемый Владимир Николаевич Канахин, шаг вперед. Ну, и по городу здесь очень много сделано, да и по поселениям тоже достаточно много сделано работ, чтобы сделать среду обитания, как бы, среду проживания наших жителей более комфортной. Много программ, которые будут меняться, потому что имеются в лучшую сторону, потому что появился вот такой бюджетный маневр. Это здорово. Удачи нам всем. Мне подсказывают, что у нас есть связь с нашим корреспондентом в городе. И, надеюсь, Аня Блед, моя коллега, находится на улице, сейчас расскажет, где и добрый вечер. Слышим. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, Алексей Васильевич. Мы работаем на улице Парковой. И в данный момент рядом со мной находится житель Щелкова Нина Ивановна Иванова. И у нее есть вопрос для Алексея Васильевича. Здравствуйте, Нина Ивановна. Алексей Васильевич. Добрый вечер, Нина Ивановна. Здравствуйте. 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 Алексей Васильевич. Сейчас переходим на вывоз мусора. Ну, я понял, Нина Ивановна. Перешли на раздельный сбор и работу с ТКО. Но получается так, что вот как-то прошла по контейнерным площадкам, а посмотрела, там еще не готовы контейнера-то. А когда же будут выставлены контейнера, чтобы можно было производить раздельный выбор мусора? Это первое. И второе. Ведь, наверное, с первого января всем жителям будут выставлены платежки за раздельный сбор мусора. Так почему же нас, жителей, до сих пор не оповещают, как и что будет делаться? Спасибо, Нина Ивановна. Спасибо за вопрос. Алексей Васильевич, отвергай, пожалуйста. Вопрос, конечно, непростой, Нина Ивановна. Я вам скажу честно, что 1 января у нас так получилось, что начался этот процесс. 2 января я уже собирал первое совещание, потому что этот процесс начался со сбоями, мягко говоря. Почему со сбоями? Во-первых, на праздники у нас увеличиваются, как правило, объемы отходов. Ну, даже в три, даже, может быть, больше раз. И плюс еще жители, несмотря на то, что вы говорите, что они не знали, что будет разделить сбор мусора, которые понимали, что после 1 января пройдет какое-то время, и они будут больше регулироваться, больше платить. Я имею в виду за ненормативный сброс мусора. Нормативный, само собой, там, незначительная сумма поднялась, кстати, оплата. А вот те навалы, которые образовались в квартире в виде старой мебели, старых ковров, старой одежды и много-много другого, мы все увидели на контейнерных площадках в первые дни Нового года. И, конечно, пришлось сесть во главе штаба и начинать регулировать, все это вывозить не только мусоровозящей компанией, но еще и дополнительные силы привлекать. Я уверен, Нина Ивановна, пройдет какой-то период, какой-то вот небольшой совсем. Мне сегодня на совещании с Хартией пообещали, что до пятницы в городе везде будут стоять не бачки, а сетки специальные для сбора непищевых отходов. А в серые контейнеры будут пищевые отходы и другие отходы, те, которые не относятся к бутылкам, к бумаге и прочее. Хотелось бы все-таки извиниться перед жителям, что не сразу развели оборудование, но мы информировали, что в течение месяца это оборудование будет. И пока у нас еще нет такой, как бы, окончательной задачи буквально завтра перейти на этот раздельный сбор. У нас есть задача путем информационном, путем внедрения этого оборудования приучить жителей к этому раздельному сбору мусора. Пройдет время, Нина Ивановна, пройдет обязательно, и люди, вот после Нового года выбросив все лишние вещи, начнут просто раскладывать мусор в разные контейнера. Это, вот как бы правильно сказать, Европа проходила до десятилетия, а мы же Россия, мы же умные. Поэтому мы сделаем это в более короткие сроки, Нина Ивановна. Я уверен, что все жители Щелковского района, а я их в самом начале попросил, чтобы они поддержали нас и приступили к тому, чтобы в раздельные контейнера мусор транспортировать сделают. Ну, сделают. И мы сделаем, и вы сделаете, Нина Ивановна. Спасибо, Алексей Васильевич. Спасибо, Нина Ивановна. Нина Ивановна, услышали вы ответ? Да, спасибо большое за ответ, и Алексей Васильевич. От нашей ветеранской организации, от наших старушек, мы передаем вам большую благодарность за то, что вы привели наш город в такое состояние, которое есть до сих пор. Доброго здоровья вам и больших успехов. Спасибо вам за все. Нина Ивановна, вам доброго здоровья, добра, тепла и всех жизненных благ. Спасибо большое. Спасибо, Нина Ивановна. Спасибо, Аня. По мусору, конечно, мы-то планировали немножко по укороченному варианту расставить оборудование. И, соответственно, никто же не ожидал, что появятся какие-то рейдеры, будут оборудование воровать, увозить. Алексей Васильевич, если вы сейчас на экран посмотрите, мы специально подобрали видео, которое сняли буквально в эти дни, в Щелкове, на некоторых площадках, и уже ставят сетки. Мне кажется, что значительная часть проблемы раздельного сбора с установкой этих сеток будет снята. Мне так показалось, но это вот мое субъективное мнение, потому что люди пользуются ими... У нас русские говорят, время лечит. А здесь время должно поработать на то, чтобы было установлено оборудование, и, соответственно, люди привыкли к тому, чтобы оборудование именно по тем... А никто не учил людей в сетки бросать именно то, что нужно. Но вот мы видим, визуально видим, что именно так жители Щелково и делают. Хотя им никто не рассказывал, для чего эти сетки. А сетки для... Я же говорю, что я очень люблю жителей... Так что, что еще? Вот мы видим видеонаблюдение на площадках проблемных. Это тоже... Это ведь решило проблему? Вот площадка на улице... На Целковском. На всяком случае, у нас есть аргумент для регионального оператора. Вот, видите, подъехал, бросил. Подъехал, бросил, но камера зафиксировала. Камера зафиксировала. Она зафиксировала и номер машины, и, в принципе, лицо того, кто бросил. Так что, не все так печально, как может показаться на первый взгляд. Так хочешь, чтобы все было идеально, ну, просто потерпите. Будет. Вы же видите, как мы вместе работаем. Все меняется, меняется, меняется. И в этом плане все поменяется. Даю слово. И главное, чтобы жители тоже все-таки поменяли у себя в сознании то, что по-новому. Кстати, это вот новая система вывоза мусора, утилизации отходов. Называется новый экологический стандарт. Да. Большая работа в России предстоит для того, чтобы привести к новому экологическому стандарту. Вот эту вот проблему решить в окончательном варианте. Потому что все уже устали от этих холмов, от этих гор мусора. От этих пожаров постоянно на этих полигонах мусорных. Ну, вот, начало положено. Президент у нас, Владимир Владимирович Путин, умница. Начало положено. А губернатор, все, что сказал президент, сразу же приступил первому выполнять. И это правильно. Да, да. Да, ругают в средствах массовой информации. Да, в социальных сетях ругают. Но через это надо пройти всем нам вместе. Надо пройти. И сделать цивилизованный сбор и переработку твердых коммунальных отходов. Спасибо. У нас есть звонок телезрителей. Послушаем? Послушаем. Здравствуйте. Кто нам дозвонился? Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, вы в эфире. Я вас поздравляю прошедшими праздниками с Новым годом, с Рождеством и наступающим крещением. Желаю вам здоровья, благополучия и удачи нам и всем и нашему городу. Спасибо. И вам также. Добра, благополучия, тепла. И у меня есть один вопрос, Алексей Васильевич. Алексей Васильевич, я живу по улице Пушкина, дом 28. У нас во дворе два дома. Отремонтировали, крышу крыли, покрасили, порядок провели. Красиво. Спасибо. Но у нас 28 дом в очень плохом состоянии. Такой ободранный. Крыша течет, там не закрыли еще когда-то. А потом у нас вокруг дома, ну сейчас зима под снегом не видно, вокруг дома у нас проваливается, ну как называется это, опаловка. Относ, к сожалению. Вот, это вот надо бы отремонтировать. И у нас подъезды тоже окна старые. У нас дом 52-го года. Я немножко расстроилась, у меня горло что-то. Вот, и нам бы окна поменять. Конечно, порядок бы привести, неплохо бы было. Хоть немножко человеческий вид создать нашему дому. Спасибо большое. Алексей Васильевич, еще у меня один такой маленький вопрос. Как можно к вам на прием записаться лично? Это у меня не по эфиру, есть вопрос. Вы сейчас трубку не кладите, вам объяснят, наверное, ответ на второй вопрос, а на первый слушаем. Если у вас безотлагательный вопрос, я каждое утро, ну теперь вот попозже начал приезжать, раньше 7.30 приезжал, сейчас дорога такая не очень хорошая, приезжаю, где-то я 7.45-7.50. Ну, летом опять вернусь к этому варианту, это дороги получше будут. Вот, я каждое утро приезжаю 7.30 в администрацию. Если у вас очень такой важный вопрос, будьте добры, прям ждите на пороге. Я вас заберу, проведу с собой наверх, посажу в кресло, и, соответственно, получу от вас этот вопрос для того, чтобы поставить задачу моим подчиненным его решить. Вот, а сейчас вас запишут, и Пушкин-28, я разберусь, входит он в план капитального ремонта на следующий год или не входит. Если не входит, посмотрим, по максимуму сделаем пока текущим ремонтом, а потом, соответственно, его отремонтируем. Если он не к сносу. Ладно? Спасибо большое. Спасибо. Алексей Васильевич, давайте поговорим о планах на наступивший год. Поподробнее, чтобы у нас вот хватило на это времени сегодня в программе поговорить. По благоустройству, по строительству, по развитию дорожной сети, по губернаторским программам, по ЖКХ, если вот опять-таки можно об этом говорить, по строительству социальных объектов. Мы еще с вами совсем сегодня не упомянули ни о школах, ни о детских садах. Что на этот год вы запланировали? Вы знаете, у нас же все программы отбюджетированные. Мы планируем бюджет и, соответственно, выкладываем все эти программы для широкого обозрения на сайте и в газете и в время. Я думаю, что жители внимательно прочитали, но хотелось бы напомнить, что мы закладываем за эти непростые пять лет строительство семи детских садов и девяти школ. Сейчас две начали, сейчас к третьей приступаем через, может быть, дней через 20. Уже вжигалу начинаем строить школу. Сегодня состоялась, как бы сказать, заявка, к сожалению, почему-то только один заявился, хотя опубликовали за 21 день. Но стандарт вхождения строительной организации в эту работу очень сейчас строгий. Спецсчет должен быть и, соответственно, финансирование, как называется, обеспечительность занос тоже будет очень высокий. И не все строительные компании, а, скорее всего, недобросовестные строительные компании уже не хотят заходить на социальные объекты, а идут только те, которые чувствуют силы и возможности для строительства. Поэтому в следующем году обязательно, в этом году, начинаем строительство еще двух школ, ну и так далее. Там будем сейчас проектировать детские сады. И в этом году, к концу года, зайдем на строительство, еще двух детских садов. Нам очень важно построить детский сад на Загорянке, потому что там ее нет. И там тоже будет сейчас начинаться выбор земельного участка. Он уже был выбран, там проект был. Сейчас единственное только вот под АГО подгоним, как бы, этот проект. И будем там строить детский сад. Много тех, будем говорить, проблем, будем снимать строительным объектом. Огромные планы, конечно, по тому, чтобы развивать производство и сельское хозяйство. Дело в том, что, как бы мы ни говорили про СМП, там субъект малого среднего предпринимательства, нам необходимо развивать и крупное производство. Мы уже работаем над тем, чтобы в этом году сформировалась окончательная концепция индустриального парка «Синергия» Угоднева. Соответственно, в технопарке на нашей промзоне будут построены еще два корпуса, 100-300 рабочих мест. Это очень важно. Создавая социальные объекты и строить социальные объекты, мы понимаем, что идут дополнительные средства из бюджета на содержание социальных объектов. А для того, чтобы сделать такой баланс всех средств, которые находятся в бюджете, и расходов на социалку, необходимо строить дополнительные производственные мощности и создавать дополнительные рабочие места, которые позволят потом эти социальные объекты обеспечить поступление из бюджета. А мост мы на Собольфке сдадим, чтобы он тоже обеспечил транспортную логистику? Мост это другое, это называется уже дорожная инфраструктура, я дальше останавливаюсь. Мне бы все-таки хотелось закончить и здесь. Если взять вот 2014 год, да, минус 48 тысяч рабочих мест у нас было, то есть 48 тысяч человек ездило у нас в разные муниципалитеты в Москву, то теперь мы создали 22 рабочих мест, 22 тысячи рабочих мест и осталось в дефиците 26 тысяч рабочих. Это, конечно же, не дает нам шанс успокаиваться, поэтому будем дальше строить производственные объекты, дальше создавать сельскохозяйственные объекты, чтобы создавать по максимуму рабочие места. Они позволят потом закрыть все социальные расходы. Это очень необходимо. Мост, долгожданный мост, наконец, мы все его ждем. Я на прошлом диалоге говорил. Сейчас строительство идет полным ходом, с правой стороны уже заканчивается заливка опоры. Хотели до Нового года залить ее опоры, но собственник на Левом берегу помешал нам этой работе. До сих пор в судах не отдает этот земельный участок под муниципальные нужды для строительства левой опоры. Но все равно найдем выход, зальем и левую опору. Уже стоит, привезли уже ферму, начинаем ее собирать для того, чтобы потом эту ферму установить на опоры. Это произойдет до конца февраля месяца. Уже мост будет иметь свое очертание, как инженерный объект. А дальше уже мы понимаем трехвариантная развязка с моста на Заречную частично, потом на вторую улицу пойдет и в третью на РТП. Средство уже, в смысле проект уже этой дороги делается. Не дороги, а, будем говорить, съезда на Фриановское шоссе трех моментов на РТП, а второй и на Заречной улице делается. Это развяжет центра города. Развяжет. Но эти съезды, они будут не в далекой перспективе? У нас еще как бы есть, я уже говорил и сейчас повторю, это надземный пешеходный переход на этом перекрестке. Талсинская, Пролетарская. Пролетарская, Талсинская, Заречная и Фриановское шоссе. Мы сейчас начинаем его проектировать и к сентябрю месяца, к выбору Совета депутата городского округа, делаем два варианта проекта. И, соответственно, организуем голосование жителей за тот или иной вариант этого надземного пешеходного перехода. Это как мы набережную выбирали? Как набережную, да. Вы знаете, что-то набережная проголосовала 60 тысяч человек, чтобы ее построить в таком именно варианте, чтобы тоже не быть откритикованными нашими уважаемыми жителями. Поэтому то же самое проведем голосование. И после этого голосования спроектируем по тому варианту, который выберут жители. И в 2020 году будет построен надземный пешеходный переход, который еще даст дополнительный стимул для того, не стимул, вернее, а дополнительные возможности для движения транспорта. Для разгрузки этого перекрестка. Потому что транспорт грузовой мы весь уведем на мост, в конце 2019 года будет. А здесь разгрузим от пешеходной фазы работы светофора, и по Литарским проспекту пойдет. Мне очень стыдно, что у нас в центре город стоит. Но для того, чтобы центр города пошел, необходимо провести вот эту работу. Мы ее обязательно проведем, сделаем и разгрузим центр города от такой вот непростой ситуации дорожной. Ну, про то, что мы будем благоустраивать улицу Пушкина, это вы сказали. Да, я уже сказал. Нам просто нужно уже, как мне подсказывают, подводить итоги и завершать, собственно говоря, наш выпуск. Поэтому встретимся еще в эфире, я надеюсь. Да, мы очень стараемся делать так, чтобы жители нашего Щелковского района, теперь городского округа Щелкова, конечно, жили в комфортной среде. Чтобы они чувствовали удовольствие от жизни в районе и городском округе в будущем. Я благодарен им за помощь, поддержку и в социальных сетях. И вот сейчас, спасибо, что позвонили, сказали добрые слова. Они, может быть, наверное, самые важные, когда вы говорите за наш маленький такой труд, слова благодарности, это дает дополнительные силы, дополнительный стимул для того, чтобы мы работали еще лучше. А так хочется, чтобы вы все понимали, что вместе мы силой, вместе мы непобедимы. У нас хорошая страна, хороших людей, лучших наших людей нигде нет, ни в какой другой стране. По одной простой причине, у нас духовность очень высокая. Будем поддерживать дальше, что высокая духовность. Спасибо вам, дорогие жители, дорогие друзья, за хороший прямой эфир, за ваши вопросы и за то, что поддержали наши непростые работы. Я думаю, что еще и поддержат. Спасибо, Алексей Васильевич, Алексей Валов. Глава пока еще по документам Щелковского муниципального района, по нормативным документам. Хорошего вам года. Всем хорошего года, уважаемые телезрители. Всего доброго и обязательно оставайтесь на Щелковском. Спасибо. Добра вам, здоровья, всех жизненных благ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова